Алексей Сандыков, депутат Национального собрания Республики Армения Сама тематика форума, она актуальна, становится день за днем. Основная часть посвящена, ну, по парламентской части посвящена это законодательству в сфере кибербезопасности, да, но как парламентарии, я думаю, мы, в принципе, каждый день встречаемся с угрозами и с точки зрения кибербезопасности, это и вмешательство в электоральные процессы, это и различные кибератаки, распространение заведомо ложной информации, различные политические моменты, которые тоже с применением цифровых технологий сейчас очень актуальны. И в этом контексте, конечно, достаточно важно синхронизировать законодательство наших стран и обмен опытом в этом контексте с нашими парламентскими коллегами очень важен. Я думаю, дальнейшие инструментарии, особенно с законодательной точки зрения, они необратимы, конечно, затронетые социальные сети, но тут, естественно, есть небольшой конфликт. Это свобода слова, свобода изъявления своих мыслей, личная информация, и в этом контексте, я думаю, это будет очень актуальной темой на последующие форумы. На наших сессиях, как я сказал, основной акцент делается на законодательстве в области кибербезопасности, но я думаю, тематика самого форума настолько обширна, включающая себя, как и академические круги, молодежь, права женщин, вообще, то есть настолько обширная тематика, что, я думаю, не затронутых тем, в принципе, не должно остаться. Конечно, я думаю, сейчас мы, сейчас это как раз то поколение, которое выросло, родилось в эпоху интернета, и, то есть нам-то старым, что нам попроще в этом плане, а для молодежи это часть их жизни, и, соответственно, не включать молодежь, это как минимум неразумно. Ну, форум хороший. Я сам первый раз принимаю участие, и вот именно обмен опытом, как я уже сказал, с парламентариями, особенно с учетом того, что форум каждый раз проходит на различных, скажем так, континентах, регионах, и в основном там вовлечены именно представители различных структур именно из этого региона, это достаточно очень такая интересная площадка для обмена опытом. Продолжение следует...